Чиновники, общественники, представители прокуратуры, надзорных органов и бизнеса. Десятки человек собрались за круглым столом, чтобы обсудить ключевые проблемы Норильска, которые там накопились за последние десятилетия. Перед участниками стоит непростая, но выполнимая задача – разработать проект комплексного плана социально-экономического развития северного города. По поручению губернатора, итоговый документ должен быть готов до 10 декабря. Мы должны делать быстро, но не наспех. Это разные вещи. И предусмотреть как в соглашении, так особенно в комплексном плане механизмы их дополнения и развития с учетом ситуации, которая будет складываться у нас в крае, в Норильске, да и в мире в целом. Комплексный план социально-экономического развития Норильска рассчитан до 2035 года. В него входят 7 направлений. Одно из ключевых – реновация жилищного фонда. В течение 15 лет в северном городе должны разобрать 45 аварийных домов, построить 97 многоэтажек, а также реконструировать здания, которые имеют историческую ценность. Мы сейчас находимся в таком тесном диалоге с руководством Норильского никеля. Вы знаете, что руководитель Олег Владимирович Потанин также озвучил свою позицию, что они готовы работать в этом направлении. Они подтверждают необходимость реализации этих мероприятий, выделения финансирования. Особое внимание в проекте комплексного плана уделено переселению жителей из Норильска и Дудинки. Кроме того, в северном городе запланировано строительство школы на 1100 мест, детского сада и бассейна. Фактически проект комплексного плана является первым значимым шагом к формированию нового четырехстороннего соглашения между федеральным и региональным правительствами, норильским и градообразующим предприятием компании «Норильский никель». Идеологически мы во многом совпадаем. Это не значит, что это будет легкая увеселительная прогулка, но это будет нормальная, на мой взгляд, нормальная, упорная, имеющая не очень большие сроки для исполнения, но в принципе конструктивная работа. Я на это весьма рассчитываю. Заключить четырехстороннее соглашение рекомендовал Совет Федерации. Там призвали усилить социальную ответственность бизнеса и официально закрепить намерения сторон. Екатерина Любим, Енисей, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok